Мой фильм о последнем дне войны. У меня в Южной Осетии много друзей, знакомых. Когда я услышал о том, что там началась война, и нам передавали, что там большое количество жертв и город разрушен, мне захотелось побыстрее добраться до этого места и увидеть все своими глазами. Я хотел увидеть это и показать, что на самом деле происходит, потому что информация была разная. Ну, это был тяжелый момент, потому что грузинские села были практически пустые, и там осталось несколько стариков, практически вот, они за три дня практически все дома там сгорели. Грузинские старики, они, конечно же, очень боялись. Ну да, это интересный момент в фильме. Вдруг заметил, вот как-то стал гореть дом. Я увидел эту бабушку, направил камеру через дорогу. Смотрю, она куча, вот то, что она может спасти какие-то вещи. Вокруг нее ездит военная техника, и она полностью, как это, дезориентирована. А потом я пытался с ней поговорить, к сожалению, она говорила, только на грузинском языке я не понимал. Ну, как не понимал, я понимал, конечно, что она говорит, типа, ну вот, что мы будем делать, к сожалению. Я не знаю, что мне делать, я одна с дочерью, я не знаю, куда она идти. Для меня не жалко было и этих стариков, и тех. В основном-то, не знаю, из-за каких-то действий властей обычно страдают простые люди. Ну, честно говоря, я немного обрадовался, что город не полностью разрушен, и я увидел там своих друзей. Фильм о том, как люди выходили из подвалов, и вот первая картина послевоенная. Мне кажется, что я научился и учусь еще замечать что-то важное, и не замечать то, что особо не нужно. То, что нужно увидеть другим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!